Вероятнее всего, где-то, как-то вы уже слышали про Silent Hill. Для кого-то это легендарная серия видеоигр, для кого-то одноименный фильм, ужастик, призрачный город. Я тоже, как и многие, знал, что это есть, но никогда не был знаком с этой серией лично. Так уж вышло, что я смог вкусить её буквально на днях с ремейком второй части, которая вышла недавно только для PS5 и ПК. Я её полностью прошёл, получил огромное удовольствие, и сегодня я поделюсь с вами впечатлениями от прохождения, и расскажу, а стоит ли вам играть в Silent Hill 2 ремейк. Да, будет очень приятно, если вы накинете лайков, подпишитесь на канал, а также напишите своё мнение, если прошли эту игру. И да, если вдруг у вас всё ещё нету PS5, а очень хотели бы её, чтобы пройти все эксклюзивчики, то её можно приобрести у ребят из технодеуса. У них есть все актуальные игровые консоли, и Xbox Series, и PS5, даже PS5 Pro будет, когда она появится. Есть также и портативные консоли, а именно Steam Deck, Rocker Line, Nintendo Switch, Lenovo Go, а самое главное, что это всё по хорошим ценам, и если используете мой промокод JumboMax, вам ещё и скидку в 1000 рублей дадут. В ассортименте, помимо этого, у них есть айфоны, смартфоны, планшеты, смарт-часы, ноутбуки, экшн-камеры. В общем, ассортимент у них реально огромный. Предоставляет годовую гарантию, делают доставку по всей России, имеют шуру в Москве, поэтому, если тебе что-то нужно из электроники, переходи по ссылке в описании и закупайся в Технодеусе. Начать хотелось бы с того, что до этого момента я реально ничего не знал про эту серию. Наслышан, что она там какая-то легендарная, по каким-то причинам, о которых я опять же не знал. И когда ты слышишь такое со стороны, кажется, что в эту игру должен поиграть чуть ли не каждый. И кто не прикасается к этой серии, будет считаться таким себе игроком. Типа, ты что, не играл в эту легендарную серию игр? Ну тогда с тобой не о чем разговаривать. Пройдя полностью ремейк второй части, я буду не согласен, что эта игра прям для всех. По мере обзора вы поймёте почему. Кстати, хочу сказать огромное спасибо ребятам из X Games, которые помогли мне приобрести игру для PlayStation 5. Поэтому если нужно будет, обращайтесь по ссылке в описании. И спасибо большое ребятам со стрима, а именно зрителям, которые вместе со мной за 5 стримов от и до её прошли, не спойлерили, а лишь помогали в понимании и прохождении. В такие игры я действительно играю редко, мало их стримлю, но в этот раз получился реально вайбово. Игра начинается с того, что главный герой приезжает в город под названием Silent Hill для поиска своей умершей жены. Это главная линия, она будет держаться до конца. На пути вы встретите и живых людей, и что-то типа монстров. И изначально кажется, что эта игра очень похожа на Resident Evil. На самом деле так оно и есть. Если называть самую ближайшую схожую игру, то это будет опять же ремейк второй части. Концептуально, визуально, геймплейно, они реально очень похожи друг на друга. Где-то надо будет пострелять, где-то поразгадывать загадки. Но кардинальное отличие этих игр состоит в том, что у них немного разная идея, тип повествования, баланс геймплея и, самое главное, атмосфера. В Silent Hill не стоит ждать каких-то экшн-сцен, крутых перестрелок. Эта игра больше про атмосферу, на загадки, на понимание того, что тут вообще мать его происходит. Поскольку, возвращаясь к сюжету, сразу скажу, что я не буду спойлерить, дабы не угробить ваш интерес. Но 90% прохождения вы не будете понимать сути. Поскольку игра вам не дает прямых ответов, она все время вам намекает и это происходит практически до конца. Но при этом, каждая маленькая деталь в понимании, она очень важна. Звучит странно, но так оно и есть. Я не особо люблю такие игры, но в этот раз мне было реально интересно и всему виной очень крутая работа с атмосферой. Дабы ее почувствовать, советую вам, если у вас будет желание поиграть в эту игру, поиграть в нее в вечернее время, при полной темноте, в наушниках, что вас вообще никто не отвлекал. Таким путем вы проникнетесь каждым шорохом, звуком, скрипом и прочими вещами, которые будут вас реально пугать, щекотать нервишки и просто держать в какой-то жуткой атмосфере. Это сделано реально круто и такого я не смог прочувствовать еще ни в одной игре. Хочу отметить прекрасную вибрацию геймпада DualSense и все-таки, вот знаете, в одиночных играх это необходимая вещь, которая погружает тебя только сильнее. Ты ощущаешь капли дождя, прикосновения, скрипы. И вот эта вот вся гармония визуала, звука, чувства в руках дарит просто неповторимое ощущение от происходящего, будто ты там, прям в игре. Визуальная игра выглядит хорошо. Я когда смотрел на первый геймплей на ролике, у меня были сомнения. Но по мере прохождения у меня в целом вопросов не возникало к визуалу. Единственное, на PS5, играя в режиме производительности, были иногда не идеальные 60 кадров. Ты отчетливо видишь не супер плавную картинку, а грехи в волосах, которые выглядят не совсем четко. Это не мешает, но это просто как факт, который, скорее всего, будет перечеркиваться более мощной консоли, а именно PS5 Pro, ибо уже заявлено, что игра получит для нее улучшения. Также разработчики реально прислушались к критике ближнего боя, и в финальной версии игры он стал иметь все более хороший импакт. Более нормальные анимации, до сих пор, конечно, что касаемо анимации, не покидая чувство, что они сделали как-то не идеально, но намного лучше, чем было показано в первый раз, и это факт. Игровой процесс для многих будет очень спорный. На любителя, поскольку, опять же, стрелять тут придется немного. Будет достаточно много однообразного рукопашного боя в целях экономии патрон для боссов, которые, не скажу, что сложные, но весьма жирненькие. Большую часть времени вам придется исследовать локации, прям вот каждый уголок, собирая и читая при этом каждую записку, поскольку по-другому вы ее не пройдете. Поэтому тем, кто не проникнется атмосферой, не словит интерес к происходящему, и не любит такой вот размеренный темп, игра может реально задушить и не понравиться. Основа тут, конечно, загадки, выполненные они реально очень здорово. Я играл на высокой сложности, по совету зрителей, и от загадок в первой половине игры я реально офигел. Они реально жесткие, на внимательность, на логику, и при этом логика у всех будет разная, поэтому там реально придется подумать, посчитать, позапоминать, побегать назад и вперед в поисках ответов, а иногда и прийти к помощи гайда. Проблема заключается еще в том, что некоторые из них, они связаны с текстом, и перевод, к сожалению, иногда не особо точный, не особо понятный, отчего вы сразу не поймете, че к чему. А одна из загадок мне показалась вообще немного без объяснений, и ответ открылся лишь, ну типа, додумайся, поставь на шару. В любом случае, каждая решенная головоломка реально доставляет удовольствие и интерес к ее ответу. Silent Hill 2 можно похвалить еще за внимание к деталям. Прежде чем я стал записывать обзор, я посмотрел всякие пасхалки, факты, немного разъяснений того, что не особо понял, и узнал, что в проекте есть просто множество всего, что для обычного игрока покажется вообще непримечательной вещью, как, например, ногти главного героя. Многие даже не обратят внимания, но это в игре есть, и при этом будет иметь реальный смысл и намек на происходящее, а не просто какую-то там теорию, которую выдумали игроки. Нет, конечно, это тоже будет отчасти, но все же в этом есть реальная идея. Кстати, здесь вас ожидает несколько концовок. Как мне сказали, я прошел на плохую, и если вдуматься в то, как добиться всех этих исходов, это просто вызывает жесткое удивление, типа, как до этого можно было вообще додуматься. Опять же, я не буду объяснять как, потому что это интересно, и вообще это нестандартно, и в целом очень круто. Кстати, ради интереса, напишите в комментариях, на какую концовку прошли именно вы, ибо у меня конец связан с водой. Еще хотел бы затронуть такую тему, как отношение к игре. В последнее время я часто стал себя ловить на мысли, что приобретая ту или иную игру, мы часто к ней относимся исходя из своих вкусов. Кому-то нравятся более драйвовые и веселые игры, кооперативные, кому-то нравятся одиночки, и Solid Hill 2 больше относится к нетипичным играм, которые как раз таки нужно прочувствовать. Потому что если вы к проекту будете относиться как к некому аналогу Resident Evil, желая там пострелять в монстров, или к игре, которая вам должна поднять настроение, вы ее не поймете. И она вам просто не понравится. Знаете, это весьма грустное произведение, с глубоким смыслом, и не такой простой подачей. Поэтому ее вкусить сможет далеко не каждый. Я лично остался очень доволен после прохождения, хотя для меня это не типичная игра, но она мне понравилась. Я прошел ее прям в захлеб, на одном дыхании, а самое главное, я проникся всей этой историей, которая на первый взгляд кажется не такой, как на самом деле. Поэтому подводя итог, еще раз скажу, что игра далеко не для всех, и наверное больше для более взрослой аудитории. Поскольку будучи подростком, ты можешь не проникнуться проблемами героев. Поймешь их поверхностно, да и в целом к игре отнесетесь как к такому себе проекту. Признаюсь честно, если бы я поиграл в него раньше, я уверен, что я бы его просто скипнул бы на первой половине игры, из-за нерешенных загадок, из-за недопонимания того, что вообще происходит. Но эта игра как оливка, по факту она очень вкусная. Но этот вкус ты понимаешь лишь тогда, когда ты реально повзрослел. И то даже при этом не каждый ее распробует. Также мне очень жаль, что обладатели Xbox остались опять в стороне от всеобщего хайпа, ибо выйдя эта игра на Xbox, было бы больше людей, которые получили бы удовольствие от этой замечательной игры. Поэтому честно, я не жалею ни копейки, которую я потратил на Silent Hill 2. И как бы я не был бы против переизданий, ремейки игр, которые выходили во времена PlayStation 2, это даже хорошо, что они выходят, поскольку играть в оригинал было бы намного тяжелее, неудобнее. А так ремейк позволит многим прикоснуться к этому шедевру в более свежем исполнении. В общем, если у вас вдруг есть возможность, и вам нравятся подобные игры, то обязательно поиграйте в Silent Hill 2. На этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение об игре, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok